Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Крачево-Черкесия. События пятницы в репортажах наших корреспондентов. Сегодня глава Крачево-Черкесия Рашид Тимрезов в телефонном разговоре с полпредом президента России ВСКФ Юрием Чайкой обсудили эпидемиологическую обстановку в регионе и вопрос социально-экономического развития субъекта. Республика проходит период пика заболеваемости, о чем свидетельствует ежедневный прирост выявленных заболевших ковид. Чтобы минимизировать распространение вируса, в республике до 8 июня действует режим самоизоляции и ограничительных мероприятий. Глава проинформировал полпреда о принятых мерах, направленных на стимулирование медицинских работников, снижение нагрузки на учреждения здравоохранения и увеличение диагностических мощностей. Также с Юрием Чайкой обсудили вопросы взаимодействия с федеральными органами власти по оказанию помощи учреждениям здравоохранения Карачаевой Черкесии. Сотрудники Генеральной прокуратуры Российской Федерации проверяют ряд медицинских учреждений республики. Подобные проверки уже проходят во многих регионах России. Надзорными мероприятиями будут охвачены учреждения здравоохранения Карачаевой Черкесии, где проходит лечение граждан, заболевшие коронавирусной инфекцией. Будет дана правовая оценка полноты принятых эпидемиологических мер защиты медработников, достаточности развернутого коечного фонда для больных коронавирусной инфекцией, а также законности расходования выделенных из федерального бюджета средств на выпаду медперсоналу, сообщает прокуратура Республики. Из сводки из оперативного штаба. Всего в Республике на сегодняшний день 1430 подтвержденных диагнозов COVID-19. Из них 399 выздоровели, 7 раз скончались от коронавируса. 548 человек госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Остальные проходят лечение в полной изоляции. Напомню, это сводка оперативного штаба Карачаева Черкесии. Между тем, данные о количестве скончавшихся вызывают полемику у жителей республики, которые утверждают, что их гораздо больше. Называются цифры от 60 умерших до 150. Мы обратились в Министерство здравоохранения Карачаева Черкесии прокомментировать эти цифры и разъяснить, как же все-таки ведется официальный подсчет скончавшихся от болезней. Мадина Каракетова с подробностями. По официальным данным, предоставляемым оперативным штабом Карачаева Черкесии, на сегодняшний день в Республике от COVID-19 умерло 7 человек. Эти данные, мягко говоря, вызывают недоумение у жителей Карачаева Черкесии, которые утверждают, что в их населенных пунктах чуть ли не каждый день с соблюдением всех мер предосторожности хоронят людей. Данные, которые приводит оперативный штаб, значительно разнятся с цифрами, которые называют местные жители. Вести обратились в Министерство здравоохранения Республики с просьбой разъяснить, почему так. По словам заместителя министра здравоохранения Динары Камурзаевой, во временных госпиталях для больных новой коронавирусной инфекцией, если обратиться к абсолютным фактам, с начала пандемии в Республике умерло 82 человека. Но семеро – это те, кто скончался непосредственно от COVID-19. Именно эти семь человек как ковидные, потому что у них подтвержденный, вот формулировка диагноза идет как коронавирусная инфекция, подтвержденная. Вот слово подтвержденное – это то ключевое слово, которое позволяет вынести в основную причину смерти коронавирусную инфекцию, в случае если человек не погиб от других внешних причин. То есть они были здоровыми людьми без сопутствующих заболеваний, и именно ковид, его тяжелое воздействие на организм и явились причиной гибели. Что касается остальных, 75 умерших во временных госпиталях скончались они, как утверждают в Минздраве Республики, от хронических заболеваний и их осложнений. Не исключается, безусловно, вероятность того, что поражение коронавирусной инфекции могло спровоцировать. Но опять это все вероятность, это все комиссионно разбирается, каждый конкретный случай. И опять нужно понимать, что поражение коронавирусной инфекции, как и любой другой, абсолютно индивидуально воздействует на организм человека. Скрывать, либо каким-то образом менять статистику мы не можем. По той простой причине, что у нас есть регистр этих пациентов, и на федеральном уровне мы вносим в единую базу их. Каждый пациент, который госпитализирован, либо с подозрением, либо уже с установленным диагнозом коронавирусной инфекции, он абсолютно открыто известен на каждом этапе. Заводится электронная история болезни, переводится в амбулаторную карту. Справка о смерти выписывается электронно. Жертвами ковид молодые и здоровые люди становятся в исключительных случаях, говорят доктора, чаще по причине позднего обращения к медицинским работникам за помощью. Мы, к сожалению, наблюдали еще одну такую интересную тенденцию. Люди в течение длительного времени скрывали факт наличия каких-то симптомов заболевания, потому что на первых порах они не предоставляли им каких-то глобальных неудобств. Это может быть банальный насморк, першение в горле. Они не верили в существование коронавирусной инфекции. А потом уже, когда они понимали, что длительная температура, прогрессирование дыхательных каких-то симптомов, усиление кашля и прочее, заболевание достигало пика. Наиболее уязвимы люди в возрасте с ослабленным здоровьем. Минздрав рекомендует быть осторожными страдающим гипертонией, сахарным диабетом, онкологией, ожирением и другими заболеваниями. Для профилактики гриппа в осенне-зимний период мы почему делаем акцент именно на категорию граждан, диспансерных групп населения, которые страдают хроническими заболеваниями. Именно потому, что они представляют угрозу жизни. Эта категория пациентов более уязвима. И любые, любые абсолютно хронические состояния, они декомпенсируются при наслоении какого-то бактериального агента. Многие все еще не верят в существование опасного вируса и безответственно относятся к себе и своим близким. Не обращают внимания на симптомы, лечатся народными методами и продолжают посещать общественные места, свадьбы, поминки, устраивают пикники, игнорируют санитарно-эпидемиологические требования. Не учитывают и тот факт, что коронавирусная инфекция – серьезное высококонтагиозное заболевание. Врачи в очередной раз призывают жителей республики быть осторожными и внимательными, не игнорировать реально существующую опасность и беречь себя и окружающих. Мадина Каракетова, Али Бастанов, Станислав Полянский, Вести Карачаева, Черкесия. Сегодня в социальных сетях появилось видео пожилой женщины, которая проходит лечение в госпитале городской больницы Черкеска. О ее состоянии нам рассказала главная врач Альбина Асланокова. Пожилая женщина, пациентка 86 лет. Она сейчас находится в отделении инвазивной реанимации. Поступала она в отделение интенсивной терапии вчера в 18.30 с чем-то. Она переведена из республиканской больницы, куда была доставлена с подозрением на инсульт или черепно-мозговую травму. Потому что она была после падения дома. У нее под глазами был симптом очков, то есть гематома на лице под глазами. Поэтому ее сначала доставила скорая в республиканскую больницу. Там сделали КТ и головы, и легких. В головном мозге обнаружили 86 лет атрофические изменения, ишемические изменения. В легких обнаружили признаки пневмонии ковидной. И на этом основании перевели ее к нам. Ну а сейчас время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 6-11, днем 26-31, выше нуля. В горах ночью до плюс 2, а днем до плюс 20. В Черкесске без существенных осадков, температура ночью плюс 9-11, днем 27-29 градусов тепла. Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте постельное белье, одеяло, дивандеки, скатерти, полотенца, халаты и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Наличный, безналичный расчет, а также кредит при покупке от 50 тысяч рублей скидка 5%, от 150 тысяч скидка 7,5%. Черкесск, улица Октябрьская, 321-Б, телефон 8-938-030-30-50, инстаграмм «Жасмин Элит Текстиль-09». Это «Вести» в прямом эфире и мы продолжаем. Амбулатория «Аула Кумыш» получила современную машину скорой помощи. Это было сделано по решению главы республики Рашида Тимрезова в рамках деятельности рабочей группы оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в которую вошли многие неравнодушные жители республики, руководители организаций и предприятий. Подробности у Мурата Джангёзова. Такой вот прекрасный презент в виде современной кареты скорой помощи преподнесли представители фирмы «Меркурий» и районной администрации. В течение двух дней нас обеспечили новой машиной, за что мы очень благодарны. Теперь мы будем оказывать своевременную, квалифицированную помощь во время коронавирусной инфекции в полном объеме. За что огромное спасибо всем тем лицам, которые помогли нам приобрести эту машину. Как отметили медработники, специализированный автомобиль значительно увеличит скорость оказываемой медпомощи. Особенно это актуально в период распространения коронавируса. Мы этого ждали, можно сказать, долго, потому что у нас старая машина, всё время ломается, нужно всё время ремонтировать. Даже вот на вызов поедешь, и там может во время вызова как-то сломаться, и долго добираешься. А так мы очень рады, конечно. Как нам рассказали работники амбулатории, в настоящее время всем необходимым для работы в период пандемии они обеспечены. На данный момент вот начали нам спонсорство как-то выделять, вот и форму. И вот эти у нас вот буквально сегодня мы получили оксиметры, которые сейчас вот именно с этим вирусом очень важны, потому что мы этим измеряем кислород в лёгких, и это как-то больше тоже способствует. Вот, потом ещё, ну как сказать, тонометры, термометры нам обещали, выделили. Вот так, конечно, уже и с новой скорой, и вот с этим нам легче будет работать. Аул Кумыш – самый большой сельский населённый пункт района. Здесь проживает более пяти тысяч человек. Новый автомобиль будет помогать в обслуживании вызовов на дому, а также транспортировке больных в районную больницу и другие лечебные учреждения республики. Мурад Жантьёзов, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. Лекарственные препараты и изделия медицинского назначения на общую сумму 78 миллионов рублей были приобретены в медицинские организации Карачаева-Черкесии, где проводится лечение больных коронавирусом как в условиях стационара, так и для амбулаторно-поликлинических приёмов. Лекарственный запас пополняется постоянно в соответствии с потребностью, заявленной главными врачами учреждений. Также в рамках деятельности рабочей группы Оперативного штаба Республики, которую возглавляет Рашид Тимрезов, продолжается оснащение медучреждения средствами индивидуальной защиты. ИСК Кубанская направила в медицинские организации очередную крупную партию средств индивидуальной защиты 5 тысяч защитных комбинзонов, 11 тысяч 300 респираторов с высоким уровнем защиты и 20 тысяч одноразовых масок. Средства индивидуальной защиты, согласно количеству сотрудников, были распределены между всеми центральными районными больницами. Адресную помощь также получили Республиканская клиническая больница, Детская многопрофильная, Перинатальный центр, Черкесская городская поликлиника, Онкодиспансеры и Центр медицинных катастрофий и Скорой медицинской помощи. Режим самоизоляции в Карачао-Черкесии продлен до 8 июня, и решения о снятии ограничений будут применяться постепенно по мере стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации на территории Республики, говорится в обращении главы Карачао-Черкесии. В настоящее время привлекать сотрудников образовательных организаций к выполнению ремонтных работ в период самоизоляции недопустимо, заявляет Министерство образования Республики. Также работникам образовательных организаций следует соблюдать решим самоизоляции и выполнить необходимую работу в дистанционном режиме. С начальниками управления образования муниципальных районов и городских округов проведена разъяснительная работа, в ходе которой указана на недопустимость подобных решений в период самоизоляции, говорится в сообщении Минобра. Такой был от пятницы в Карачао-Черкесии. Приятных вам выходных в кругу семьи. Всем крепкого здоровья и ждите только добрых вестей. Будем повышать иммунитет денег. Соответственно, у гражданина имеется счёт и на нём имеются деньги. А эти деньги автоматически списали за кредитные долги. И теперь чем кормить детей? Это касается в большей степени кредитной организации, банки. Как сделать так, чтобы не скандалить впустую, не убивать нервы и иммунитет, а тихо и спокойно вернуть детские пособия? А ещё сегодня будут витамины и для всех бабушек. И совершенно бесплатно Чириманах ушла. Иммунитетная защита будет и от Тибердинского заповедника. Таким мы сделали это полезное утро. Приятной вам субботы и до новых волнующих встреч. Пока-пока.